В 14-й раз город над Богом радушно принимает международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб Евразийского экономического союза. Площадку для его проведения предоставил современный спортивный комплекс «Виктория», где состоялось торжественное открытие и соревнований. Захватывающей борьбы, успехов в турнире и победы сильнейшему пожелал руководитель города Александр Рогачук. В разные годы в турнире принимали участие до 8 команд из стран СНГ – Белоруссии, Российской Федерации, Латвии, Словакии и Кыргызстана, Украины, Азербайджана и Армении. Добрая традиция прервалась на два года из-за эпидемической ситуации. На этот раз таможенники из Белоруссии, Российской Федерации, Кыргызстана на протяжении пяти дней поборются за кубок и звание сильнейшего. На наше гостеприимное приглашение откликнулись две команды из Российской Федерации и команда с Кыргызстанской Республики. Кроме того, у нас команда Государственного таможенного комитета и Республиканское унитарное предприятие «Белтаможный сервис». На протяжении пяти дней на Брестской земле в этом замечательном спортивном комплексе состоятся действительно настоящие состязания. И данный международный турнир, он давно уже стал праздником спорта и праздником дружбы. Всем командам я желаю только победы и, как говорится, пусть победительнейших. Участникам традиционно нравится город Брест, мы всех дружелюбно принимаем. Также хочется отметить то, что для наших участников предусмотрена масштабная культурная развлекательная программа по городу Бресту. И не только по городу Бресту, но и по исторической экспозиции Брестской таможни, по нашей Брестской крепости и различным другим объектам города Бреста. В рамках первого соревновательного дня состоялись две игры первого тура, где две белорусские команды сразились с россиянами и кыргызами. Кыргызская команда становится участницей состязаний уже в четвертый раз, а россияне – неизменные друзья турнира с момента его основания. Развитие спортивных мероприятий очень благоприятно сказывается на дружеских отношениях между народными, между сотрудничеством таможенных служб. Я лично первый раз в Бресте очень давно хотел прибыть на белорусскую землю, просто поклониться Брестской крепости защитникам. Экономически мы видим, что страна развивается в нужном направлении. Это видно, вот вчера ехали, поля ваши, заводы, фабрики, все работает, молодцы очень. С одной стороны дружественные таможенные службы, направление деятельности одно и то же, только в разных странах. С другой стороны тоже хочется и победить, и выиграть, поэтому есть спортивный, так сказать, азарт. Брестская команда, с которой мы сыграли, достаточно хорошо комплектована, там видно молодые ребята, с спортивным образованием в том числе. Приятно играть. Но остальные команды еще, турнир только начинается, еще будут игровые дни, еще с другими командами уже на площадке познакомимся. В матче открытия команда республиканского унитарного предприятия «Белтамош-сервис» одержала победу над Федеральной таможенной службой России со счетом 8-0. А сборная Государственного таможенного комитета Республики Беларусь в непростой встрече сыграла с коллегами из Кыргызстана в ничью 2-2. Впереди еще много интересных игр и ярких побед, а торжественное закрытие турнира и награждение победителей состоится 9 сентября в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok